Дай я гляну, он там или нет? Покрывало наше и курточка наша. Я кричу, сыночек, сыночек, а мне говорит сосед. Напротив них машину расстреляли, говорит, нет сыночка, нету. Во время российской оккупации города Буча под Киевом погибли почти 700 мирных жителей. Почти месяц российские военные убивали, насиловали и пытали мирных жителей Бучи. Грабили их дома, чтобы скрыть следы преступлений, тела сжигали или зарывали в землю. Эти страшные кадры СМИ показали в начале апреля 2022 года. Спустя несколько дней после того, как украинская армия освободила город. Так весь мир узнал о существовании небольшого города Буча. О трагедии, масштабы и зверства которой не укладывались в голове. Произошедшее назвали резнёй в Буче. 60-летний Виктор – один из переживших зверскую оккупацию в Буче. Он житель печально известной улицы Яблонской, которая была усеяна телами убитых украинцев. В те дни Виктор прятался на чердаке своего дома. Было страшно, но мужчина снимал на камеру смартфона всё происходящее на дороге, под его окнами. Первый труп был там, второй труп тут. Автомобиль стоял тут сожжённый. Потом появился труп. Через два дня там появился труп. Потом ещё левее появился труп. Всё было снято через окно. Благодаря этим снимкам, телефонным перехватам и видео с камер наблюдения, журналисты американского издания «Нью-Йорк Таймс» провели расследование и установили личности вероятных убийц – военнослужащих 234-го гвардейского десантно-штурмового полка Вооружённых сил России. Часто мобильные телефоны своих жертв российские солдаты использовали, чтобы позвонить домой, в Россию, сказать родным, что живы-здоровы. Звонки совершались лишь спустя несколько часов после убийства. Наши расследования показывают, что российские войска умышленно убили их, возможно, с целью систематической зачистки пути в столицу. Десятки мирных жителей были расстреляны. В других случаях мужчины, подозреваемые в связях с украинскими военными, задержаны и казнены. День прокуратуры Украины подозревает в военных преступлениях в Буче военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В её состав входят 104-й и 234-й гвардейские десантно-штурмовые полки из Пскова. Меня спрашивают иногда, как можешь тут жить, как ты можешь сюда возвращаться. Первое время, когда я сюда вернулся, когда я ложился спать, мне эти люди снились в мешках, я заснуть не мог. Когда мы сидели там с дочкой в подвале, то было такое, что она у меня прощения просила. Мы прощались с жизнью. Мы не знали, выживем или нет. Мы понимали, что нас не просто убьют или не убьют. Мы понимали, что убьют или сейчас, или немного позже. Украинский город Буча возрождается из пепла, отстраивается заново. По словам мэра Анатолия Фодорука, российские войска ограбили и осквернили практически каждое жилище в городе. Полностью уничтожены 250 частных жилых домов, разрушены десятки высоток. Оставшиеся без крыши над головой люди сейчас живут в модульном городке. Нам удалось практически 40% из разрушенного восстановить и дать вторую жизнь. Как жилищному фонду, так и объектам инфраструктуры или социальной сферы. Большинство убитых российскими военными идентифицированы и перезахоронены по-человечески. Прекрасный сын. Для меня это вырванная душа и вырванное сердце. Я не знаю, как я это переживу. Надо не забывать, а наоборот, помнить все произошедшее, утверждает житель Бучи Виктор Шатила, который, рискуя жизнью, снимал кадры доказательства убийств. Оно пригодится, чтобы дети, внуки видели, что происходило. И знали не откуда-то из телевизора, а вот по-настоящему, в живом виде. И они видели все уже. Я думаю, что у них будет на сотни лет все вперед. Ужас просто, кошмар. Нормальный человек такого не сделает. А еще он хочет, чтобы все виновные в геноциде украинского народа были обязательно наказаны. Нашему следующему гостю пришлось хоронить людей прямо под обстрелами. А когда Киевская область была освобождена, он начал работать в Буче. Занимался эксгумацией братских могил и стихийных захоронений. Игорь Середа, работник ритуальной службы, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Российские военные въехали в Немешаево, Киевской области, где вы жили в первых числах марта. Как начиналась оккупация? Как вы это помните? Какие порядки они начали устанавливать? Поначалу, когда начали боевые действия, будь уже в Бородянке, там где они все разгромили, мы узнали об этом и решили не давать бой в Немешаево. То есть решили, пусть они зайдут и мы не будем сопротивляться, так сказать. Они зашли сюда, колонны ехали полностью по Немешаево, начали расстреливать верхние этажи жилых домов, многоэтажек, сожгли один дом. Они ввели комендантское время, по-моему, с 8 до 4 или до 5, не помню. Потом они запретили носить темную одежду, черную одежду, забирали телефоны. Ну и понятно, что делали с теми, в кого находили оружие. Игорь, вы знаете, сегодня, наверное, каждый из нас вспоминал и день вчерашний, год назад, и все мы вспоминали утро 24 февраля 2022 года. О чем вы сегодня думали? Какие эпизоды того дня были перед вашими глазами сегодня? Ну это страшно, не хотелось бы это еще раз чувствовать. Вы знаете, мы понимаем, что вот вы сказали, что расстреливали дома, верхние этажи, люди погибали, их нужно было хоронить. В мирное время мы понимаем сначала экспертиза, потом документы, разрешение человека, по всем законам там отпевают церкви. Как все происходило во время оккупации? У вас ведь были случаи, когда копать могилу приходилось даже под дулами российских автоматов? Да, смотрите, во время оккупации, в первых числах, когда была связь, мы еще полноценно, у нас батюшка, отец Ярослав Хорош, мы делали службу и все как можно по-человечески делали. Потом, когда уже пропала связь, когда уже русские военные полностью оккупировали нас, тогда это уже стало невозможно. Мы брали, доставляли атрибутику по мере возможности домой, забирали тело, но все равно хоронили на кладбище с крестом, подписаны для того, чтобы потом можно было идентифицировать могилу и знать, кто там захоронен. То есть мы делали так же по-человечески, все равно по мере возможности того, что мы могли сделать на то время. Мы понимаем еще и знаем, что первый убитый в этой страшной полномасштабной войне, которого вы хоронили, был вашим одноклассником. Вы, когда ехали его забирать тело, знали, кто это? И можете рассказать, кто и за что убил этого парня? Да, я знал, кто это. К нам обратился его брат. Его убили русские, по-моему, кадыровцы, ну, в чеченской внешности. Они сделали блокпост возле магазинов супермаркетов. Он, может, хотел поеду идти. Я не в курсе, за что его убили. Его убили ножевым ранением в шее. Его убили на блокпосту русском возле наших магазинов. Может, он покушать хотел, в сторону магазина ушел. Его брат отточил в безопасную зону. И оттуда мы уже забрали его и хоронили. В одном из интервью вы сказали, что похороны во время войны никогда не откладывали. И на это были две причины, страшные причины. Самих могли убить или могли убить много людей сразу. И тогда сложно было бы совсем справиться. Как вы все это выдерживали? Не возникало у вас желания бросить все, не отвечать на звонки, не отвечать больше на просьбы и больше никогда этим не заниматься? Знаете, это, можно сказать, как у врачей. Может, глупо звучит, но мы отвечаем за это в нашем регионе. И кинуть всех, и кинуть нашу работу во время, тем более в такой период, мы не могли никак. Вот поэтому делали и продолжаем, пытаемся как бы помочь. Если мы обращаемся к волонтерам, может, где-то наша помощь надо, пытаемся и дальше продолжать работать и ни в коем случае не бросать это дело. И все, что от нас зависит, пытаемся делать и помогать, чем можем. Игорь, после освобождения Киевской области вы стали работать в Буче, 3 апреля уже были там, приходилось, мы понимаем, собирать тела, эксгумировать братские могилы. В каждом практически дворе эти были могили. Помните свои впечатления от первого дня? Расскажите о них. Ну и вы же многое видели уже на тот момент, практически месяц прошел уже этого полномасштабного вторжения. Ужас улицы Яблонской в Буче, все мы тоже помним. Мы даже не представляли, что такое в Буче, когда мы были у нас в поселке. Нас тоже убили немало людей, но все равно то, что в Буче происходило, мы даже не могли себе представить это все. Как-то преуменьшить тот ужас, что был в Буче, его вряд ли можно вообще. Это помимо тела на дороге, это куча техники разрушенной, это загорелые дома, это загорелые супермаркеты. Это все очень страшно. Игорь, а как вам вообще нарратив российской пропаганды о том, что все события в Буче это инсценировка и фейк? Ведь они это все разгоняли многими месяцами и показывали это своим гражданам, гражданам России, утверждали, что этого не было и на улицах лежали манекены. Ну, знаете, это все очень легко, как вам сказать, опровергнуто. Очень много было журналистов, они работали с нами. Та фотография, на которой я изображен, там были журналисты, они с нами были в рефрижераторах. Все пакеты лежали на кладбище, на Буче. Туда куча журналистов постоянно приходила, смотрела эти тела. Ну, никто же не запрещал приехать и это все наблюдать вживую. То есть, это, ну, я не знаю, что на это ответить. Надо было просто приехать, до сих пор стоят рефрижераторы с телами неопознанных, которые экспертизы идут. И, то есть, это можно даже сейчас посмотреть. Вот одной из первых Бучей появилась братская могила возле церкви Андрея Первозванова. Там больше ста тел. Вы участвовали в эксгумации. Вот сразу стало, видимо, понятно, что это за страшные захоронения. Вот как там хоронили людей? Вот мы имеем эти кадры. Лично я не участвовал там. Там была другая бригада. У нас в нашей бригаде делились... Одна бригада работала постоянно на церкви, потому что там очень много было захоронений. Другие же бригады ездили по Бучей и собирали тела непосредственно в домах, в посадках, в лесах, на улицах. Мы занимались вот именно доставкой тела с какого-то места на кладбище. Там мы собирали все тела, собирали. На церкви я видел фотографии еще, когда у нас связь была, еще поначалу оккупации. Люди на тележках, если я не ошибаюсь, на тележках от супермаркета везли туда тела. Там захоранивали. Но лично я в участии в раскопке возле церкви не проводил. Мы другим немного занимались. А вот получалось ли в момент эксгумации узнать что-то о погибших? Сколько лет было людям? Как они погибли? Были ли люди со связанными руками, когда было понятно, что это самая настоящая казнь? Да, были. Смотрите, в некоторые моменты мы забирали тела с домов. Вот, например, молодые люди в Буче, в Буче недалеко от Яблонской, там их, они на БМВ развозили питание для животных, расстреляли их в машину. Там 90-х годов все ребята. И на эксгумации присутствовал отец, он рассказывал, что он затащил их с машины, вытащил, затащил в дом, одел и похоронил на заднем дворе. Много таких ситуаций, где родственники присутствовали и рассказывали историю, как это все было. Или просто знакомые люди в подвале с людьми сидели, говорят, он вышел просто покурить, мы выходим, а там труп. Или там он с собакой выходил гулять, его там застрелили. Очень много. Мужчина ехал в больницу на Яблонской, переехал переезд, расстреляли машину. Мне потом знакомый говорит, мы его ищем. Знакомый звонит, мы там когда-то похоронами занимались, говорит, я во время оккупации затащил тело к себе, похоронил у себя на участке. Что мне с ним делать? А мы как раз его ищем, этого человека, он пропал. Очень много таких ситуаций. Насчет казни, да, в Мороцком есть очень много видео, там тоже очень много иностранных журналистов было. Они присутствовали вот прямо на раскопке. Не то, что там мы уже вытащили тела и начали показывать их. Они присутствовали прямо на раскопке, они видели, как мы их достаем с могилы, они видели связанные руки. Зачастую это был, ну или скотч, или просто какими-то тряпками связывали руки. Шапки на голову надевали, выворачивали курточки, так, чтобы руки не двигались и тогда. Ну и это же выстрелы в ноги, в колено или в голову. Вот. Ну и так много зарезанных и подобных. Скажите, пожалуйста, как и чем живет спустя год Буча? И скажите, как вы думаете, мы еще долго будем находить вот такие братские могилы, даже после окончания войны? Много ли еще узнаем о зверствах оккупантов, о которых вы рассказывали? Буча оживает. Буча старается показать всем, что мы не настолько просты, как это всем кажется. Мы начинаем жить дальше. Не забываем, конечно, чем это нам, как это нам все далось и помним усопших наших, но пытаемся жить дальше. По поводу зверств, у нас это сейчас будет очень проблематично, потому что прошло время мы и так находили эти тела в основном без распознавательных знаков. Это или саперы, которые шли разминирование, делали по лесам, по полям, находили тела. Или местные жители, но уже прошла зима, и эти все знаки, то есть, как это вам правильно сказать, холмик, например, оставляли. То есть по холмику можно определить было, и потом искали там уже. Сейчас этого уже всего нету, и как их находить сейчас будет, я не знаю. Но я думаю, что еще очень много таких захоронений в нашем регионе есть. А в подальшем, когда это будут уже освобожденные наши территории, там мы очень много, я думаю, таких вещей будем наблюдать и работать. Игорь, большое спасибо вам. Большое спасибо за вашу работу, за ту терпение, за ту выдержку, которую вы проявляете. Напомню зрителям, Игорь Середа, работник ритуальной службы, был в нашем эфире. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания.